всем привет мои дорогие зрители подписчики и гости моего канала сегодня у меня такая интересная тема как мои фаленопсис и мое сокровище почему же сокровище да потому что все эти три сорта называется под одним названием трезер это у меня golden трезер то есть золотое сокровище или золотистое что в переводе означает black трезер это черное сокровище за которым все гоняются вот и будда трезер то есть сокровище будды действительно эти три замечательных сорта это действительно сокровище потому что сорта очень редкие и в продаже редко встречаются golden трезер я приобрела даже не подозревая о том что действительно сорт настолько редкий настолько ценен вот и все прекрасно знают почему виду того что я хвасталась часто с ее цветением это golden трезер хвасталась ее цветоносами у нее на данный момент еще два новых цветоноса один я уже говорила в предыдущих видео и не давите обнаружила еще один под корешком но там коврица вилами на воде писано будет еще или нет потому что корешок может просто заложить этот цветонос и не дать в будущем не развиться самому цветоносику ну давайте наверное по порядку и еще хочу сделать маленькую заметочку о том что я обнаружила то что есть еще два сорта именно трезеров вот замечательные два названия это фалсианс трезер мута в нем присутствуют два родителя это кови и пульхирима в приводе означает сокровище сои и нацунбир little treasure извините меня ручка плохо писала поэтому с трудом написала это название в общем я пока остановилась на тех сортах которые у меня есть и поняла что все эти виды на одном подоконнике собрать просто не получится виду того что у меня очень мало места вот сиам трезер он такой идет окрасом как сапфир но при этом у него круглые такие формы самого цветка и губа такая темно-темно сине-фиолетовая ночного цвета вот ну мне сиам заменил замечательным образом пурпу мартин я настолько довольна осталась сочетанием цвета как говорится и успокоилась в виду того что в принципе хотелось бы конечно всю коллекцию трезеров собрать но уже места нет вот я в доме не одна еще и муж который тоже увлекается хотелками у него тоже есть свои мечталки поэтому я остановилась на пурпу мартин и на цунбир little treasure она идет тоже чернышка как и black treasure но немножко форма лепесточков другая ну и самого цветка так как black treasure идет немножко заостренной формой и боковые лепесточки идут немножко направлены вверх и полностью черная черная то у нацуми извините нацуми little treasure там и сама структура лепесточков более глянцая чем нежели у black treasure у black treasure такая как пожмякана картон такой прям сморщенные все лепесточки рельефные ну в общем не буду заострять внимание я фотографии обязательно поставлю и в конце и обязательно все это упомянул и акцентирую на это внимание сейчас я хочу перейти к самим растениям вот и уже непосредственно поговорить по конкретному сорту что касается ухода у меня единые условия для всех поэтому все мой уход прекрасно знают полив раз в неделю подкормка у меня мастером идет и сейчас муж уехал уже почти месяц за горизонтом как говорится на море отдыхает и я сейчас пользуюсь случаем обрабатываю при каждом поливе растения нб-101 потому что подкормки удобрения тоже нужно периодически либо менять либо же просто давать растениям отдохнуть чтобы не постоянно закармливать растения удобрением это тоже как бы очень плохо сказывается на самих растениях как в цветении так и в корешках так и в общем виде что касается golden трезер она у меня конечно умничка молодец действительно золотое сокровище она цветет конечно уже вот я недавно обнаружила то что нам ровно два года у нас уже день рождения так как два года назад ровно в августе мы ее приобрели там был месяц адаптации я практически этот месяц сейчас не беру в учет то есть сентябрь месяц на дворе сегодня пятое сентября 2018 года и вот мы уже такие замечательные такие широколистные лопушистые и разлапистые растение конечно лежачие вот но мне очень даже это нравится несмотря на то что многие вот мне писали возмущались подписчики о том что давайте уже бегом пересаживать и вы ее мучаете она там вся у вас на бикринь пересадка да мы уже поймали момент и я потом чуть чуть позже объясню почему уже пришел момент ее пересадки я сейчас просто жду мужа когда он приедет потому что такую красавицу тяжелую огромную я просто физически сама не пересажу мне нужны будут вторые руки знаете как говорят потому что действительно сентября очень мощная очень громадная видите вот и я ее все равно буду садить лежачий только единственное что попробую может быть вот эти вот воздушные корешки частично просто убить тоже поместить субстрат горшочек дам ненамного больше мы посмотрим еще как она все в процессе будет при пересадке горшочек у нас вот сейчас попробую показать вот если на фоне ладошки до 4 пальца плюс 4 пальца получается диаметр я просто не помню сколько там диаметр и на перевес видите мы уже камушки ложим потому что она действительно на один бок и мы очень переживаем и чтобы она на подставке просто не юркнула вперед и не сломалась растение довольно таки неприхотливое в этом мне и очень нравится то что она очень замечательно откликается на тот же полив на тот же свет на все условия которые мы ей создали у нас на зале постоянно огнонапроветривание в принципе ей этого более чем достаточно вот и даже нас угнонапроветривание спасают от жаркого потока воздуха от от этой духовки летом вот ну а зимой конечно же она стоит прям посредине подоконника и и даже если зимой на проветривание мы открываем там чуть-чуть пять-десять минут даже десять это много пять минут и этого тоже бывает достаточно воздухом надышаться и опять мы закрываем окна мы поймали момент вот сейчас она уже практически вся цвела ну не считая нового цветоноса который она с бешеной скоростью выгнала практически догнала старые цветоносы как вы видите сами я сейчас боком поверну чтобы было отчетливо видно вот старые цветоносики она практически догнала чуть-чуть там еще осталось по длине но что очень сильно меня удивило то что она практически всю эту длину выгнала за раз если допустим предыдущие цветоносы она постепенно постепенно по чуть-чуть доращивала то этот цветонос она выгнала за раз вот и на данный момент цветет этот цветонос в принципе уже не столько говорится нам мешает в плане пересадки сколько же когда она цвела на всех цветоносов и в этот момент мы не хотели ее трогать сейчас действительно тот момент когда уже можно ее пересадить в принципе я думаю что с ней ничего такого плохого не случится так как цветущие все тоже можно пересаживать я не помню сколько у нас было с ней пересадок в какие горшки мы садили в какую кору уже за эти два года просто как-то все потерялась эта информация нужно посмотреть обязательно в плейлисты еще мне пересмотреть вот и посчитать для самой себя галочку поставить какой сели поняли у нее один цветонос уже отжелтевается вот это цветонос самый самый первый и ему два года с которым она приехала еще к нам то есть это же она с бешеной скоростью начало его отжелтевать виду того что вот воскресенье у нас осуществляется полив раз в неделю он еще стоял зелененьким но уже отцвевшим как и на заднем плане вы видите тоже цветоносы отцвевшие но тем они держатся зелененькими я так подозреваю у меня рекорда уже не получится в длине я хотела установить этот цветонос имеет 56 сантиметров я измеряла сама и несмотря на то что они идут этот цветонос идет с оттлением уже все даже эти ответвления цвести уже не будут так как она зацепила вот этот цветонос уже салатовенький пошел и следующий уже вот цветоносик видите пожелтел даже ниже чуть-чуть посветлил по сравнению с предыдущими цветоносами вот так что на этом цветоносе она уже цвести точно не будет и я уже дождусь пока она там полностью его отжелтет или нет и во время пересадки нам придется от него избавиться ввиду того что тут он самый первый сейчас я на свет поверну и покажу ввиду того что он самый первый да еще и плюс он будет мешать при углублении или посадке будем смотреть куда его определить как определить ну я так подозреваю что в любом случае при посадке нужно будет соблюдать уровень так чтобы не сильно и и заглубить видите до цветоноса вот так вот чуть-чуть все равно корешки воздушные кое-какие могут остаться на поверхности они в субстрате ну и вот этот лист тоже она уже замечательно его практически отжелтила он старенький посмотрим будем мы его снимать или нет что-то я сильно уже говорится увлеклась рассказом о ней я и так уже слишком много не говорила и до этого в общем пришел момент уже пересадки она замечательным образом листья наращивает и давать еще я все-таки в пазухе листа покажу цветоносики вот это седьмой цветонос не обращайте внимание на пылью припала очень сильно не успеваю просто протирать только вчера протирала сегодня уже опять и следующем пазухе листа вот здесь и не значит получится поймать или нет именно под корешком позавчера у меня замечательно получалось его поймать вот если будет видно вам уже корешок настолько плотный там совсем пимпочка уже глубоко-глубоко сидит вот она видите наконец-то я поймала и вот то есть вполне возможно что корешок может ее просто заглушить этот цветонос и не дать растению процвести ну в принципе она и так кудница молодец очень мощное растение замечательным образом листики наращивает вот еще один дала посмотрите внутри и также у нее от перелива и от жары немножечко проявились пятна по листу я тут фонда фонда золила вот не пугайтесь с обратной стороны на свет вот это тоже фонда зол видите вот черные пятнышки были я немножечко так профонда золила местами вот видите это вот переливом переувлажнение было чуть-чуть и вот по краю листа вот видите проявление ну на новых листиках этого всего нет листики новые замечательные чистенькие ну бывает тут местами вот так точечки проявляются но в общей сложности на здоровье растения это никак практически не влияет вот дальше давайте я покажу мамашу и детку все ее прекрасно знают мою знаменитую мамашу которая на себе воспитала трех деточек вот у меня детка одна осталась самая-самая последняя которую мы снимали и я ее решила посадить закрытую систему это у меня black treasure вот деточка замечательным образом здесь прижилась и ей понравилось постепенно постепенно подпевать водичку и она здесь замечательным образом освоилась я конечно думала что black treasure не подружится закрытой системой так как немножечко все-таки девочки откликаются что он капризный сорт ну я бы сказала знаете как может грубо выражусь нифига подобного вот но это еще опять же таки кому как повезет то есть все зависит от самого растения в каком состоянии но приехала ну и так же естественно какие условия мы им создали в таких условиях они живут уже по-другому не получится и не изменишь ничего как вы все видите замечательные корешки у нас тут пошли сажала я там два манюхоньких или три манюхоньких корешка было вот один из них пошел вниз кончик видите вот такой жирненький и замечательный сейчас из подставки сниму вот еще вот такие вот корешочки у нас внизу тут есть вот и вот такой вот корешок выгнулся и пошел вверх действительно пошел вверх вот здесь кончик вот то есть он уже немножечко эту закрытую систему потихоньку потихоньку начал заполнять как всегда водичку наливаю на дно там чуть-чуть вот буквально на пальчик вот так вот и она его постепенно выпивает ну естественно часть конечно же при жаре сама испаряется влага вот и то что ему вот было предоставлено тем она питается и вот еще один корешочек замечательный такой недавно кстати раскуклился я подкинула вот видите кусочек спагмоз мха и он пошел в рост растеницы ну я бы не сказала что прихотливая она не прихотливая мне она очень нравится развивается я бы не сказала что быстро но за лето все в активном росте сейчас близится уже осень и холодная прохладный сезон до сезон дождей сырости и повышенной влаги вот и я заметила по всем камбриям практически они начинают тормозить рост свое развитие то есть природу не обманешь приходится с этим мириться ну и мамаша замечательным образом нарастила вот такой лапушок уже вот вот такая вот и листики кстати по поводу ухода листики каждую неделю при поливе один раз мы все-таки протираем ну где нигде когда делать нечего иногда и в промежутке в течение недели тоже протираем вот сегодня у меня уже четверг да у нас у всех и не только у меня вот четверг и я хочу заняться протиранием листиков листики можно протирать как янтарной кислотой так и чистой водой кстати можно формулексом немножко разбавить легенький растворчик и тоже протирать по листу это как считается и подкормка и укрепление иммунитета растения вот и укоренение тоже своего рода наращивание корешков также можно nb101 точнее hb101 извините я по-свой по-свойски его называют часто меня за это ругают девочки и мальчики извините мне так просто проще я вот вижу русские буквы nb101 все точнее я смешала до русский и английский первую букву читаю как русскую а вторую как английскую вот в общем не будем заострять внимание вот как у нас мамаша вот такой вот лист у нас новый с пигментацией только потому что он черненьким цветет да такой вот красивый ильянцевый это действительно черное сокровище как черное золото редкий сорт редкий вид мамаша замечательным образом уже корешками обросла тут вот такие вот корешочки у нас уже как елочка как сосна в лесу знаете как дети рисуют в сказках и вот мне напоминает на сосну корешки замечательные в общем тут она уже пыталась вылезти из горшка как вы видите сами в общем сидит она у меня в кокосовых чипсах вот если видно да тут в основном кокосовые чипсы и именно в них я спасала эту растеньку очень сильно я за нее переживала так как она очень сильно измельчала после того как воспитала на себе деток ну замечательным образом она восстановилась и мы уже сможем успокоились и все уже как бы даже вот просто наблюдаем за дальнейшим ее развитием и за листиками и корешками давайте перейдем к сокровищу будды вот это действительно такое вот редкое сокровище которым я тоже очень долгое время гонялась вот ну наконец-то я нашла все таки этот сорт в одноклассниках точно не буду говорить у кого поскольку ну во первых и заказа там уже нет сами понимаете заказа открыты всего лишь там неделю-две каждый раз заказы обновляются и не успеваешь иной раз просто поделиться ссылки потому что пока я поделилась ссылки я перехожу туда уже там буквально через пару часов или в тот же день уже вечером заказ закрыт и все уже распродано вот собственно говоря получилось у меня также будет трезер я пока гонялась за этими заказами то заказ закрыт то на улыкс уже продали то нашла там на улыкс тоже объявление но там девочка упорно хотела поменять на определенный сорт своей мечталки в принципе я ее прекрасно понимаю но настолько мне хотелось тогда это растение что вот как слепой котенок уже бежала за своей целью не видя и не замечая ничего то есть я понимала что на тот момент я еще не до конца понимала почему люди так себя ведут в плане того что вот конкретно хочу эту растеньку поменять на именно вот эту ну не всегда совпадают мечты и желания я от той идеи отказалась хотела уже просто действительно купить то растение которое она хотела и просто обменяться уже на эту будочку но ввиду того что он говорится брецевой кобылы да не хоть не хотелось уже этим заниматься то и это был бы долгий процесс и я уверена что растение бы просто не дождалось бы меня в любом случае ну и опять же таки я не люблю доставать людей дотошно знаете вот прям нудно вот это добивать дайте мне и все и хоть ты тресни ради этого я дам все и чуть ли не родину продам нет я все-таки поубавила свой пыл и страсть к этому растению и начала просто терпеливо ждать заказ завозов именно этого растения у продавцов у тех у которых я обычно покупаю растение на данный момент у меня продавцов скопилось очень много поэтому каждого учесть как бы из рассказать о нем не получится список составит тоже не получится у меня есть группы в соцсетях также есть странички вот там все прекрасно у меня подключено все есть с кем дружу с обмениваюсь у кого покупаю все у меня есть в друзьях ищите смотрите в общем надеюсь эта информация будет хоть как-то полезно что касается этого растения давайте быстренько уже пробежимся по его сортовой как говорится у него очень много названий спасибо каналу подсказка от подписчицы ириша с точечкой и вот таких вот столько у него очень много много названий я обязательно фотографию вставлю вот и можно уже самому прочитать да не буду на этом тоже зацикливаться буду трезер пикала red также даритонопси славу главу вот составе там очень кстати родителей всех 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 родителей я выставлю тоже фотографию покажу я нашла эту родословную составляющие всех родителей которые участвовали в этом сорте и также fall red hot imperial evergreen hill то есть все эти названия это одно единственное одно и то же растение чтобы вы прекрасно понимали и знали в общем многие отвлекаются о том что у него слабое место это точка роста в виду того что там присутствует пульхи рима да скрещивание в самой гибридизации ну я бы не сказала может быть мне повезло и растение во первых маленькая здоровая подросток приехала без всяких проблем плюс еще посадка у меня такая такова что растение лежачее и вся водичка которая вот попадает да она просто стекает само растение выглядит великолепно вот и несмотря на то что видите вот мы чуть чуть глубже погружаем растение в водичку когда напитываем даже по листьям видите остался осадок известковый налет такой да солевой то несмотря на этот фу-фу-фу водичка стекает и пока мы с проблемой не имеем у меня был тут замечательный такой длинный длинный тонкий такой волнующий корешок видите я его закопала и чуть-чуть прикопала мхом так как они уже все видите сначала были вниз теперь уже все вверх начинают в общем выталкивать растение из горшка видите и уже пришло время его пересаживать тоже растение довольно таки несложное как для меня показалось я еще не видела в будущем его самого взрослого как она себя ведет анечка румянцевая я прекрасно видела твое растение и одно и второе да там такая вот неприятности с этой чернотой я уже заметила вот боюсь тоже с этим столкнуться вот ну и мне говорили часто что это не будда он что-то слишком светлый для будды и листья не те и форма не так ну я пока утверждать окончательно не буду что именно это растение будда трезер но покупала я его как под будда трезер под этим названием и сам продавец заявлял о том что это именно это растение почему светлые листья ну я хочу акцентировать внимание на то что у всех детей до определенного возраста кожица светленькая румяненькая да и ничем не повреждена грубо говоря возрастом но с возрастом и со временем тоже у нас понятное дело что уже и кожа не та не светлая если ее конечно не выбелять вот ну и естественно кожа структура кожи все равно цвет лица меняется как говорится да и уже по сравнению с тем что у нас в детстве было естественно разница есть я только к этому говорится фрагменту отношу до соотношу или как-то говорится сравниваю сравниваю как у детей молоденькая кожица так и у нас уже во взрослом во взрослой особи да вот как взрослое растение оно видно с таким красноватым оттенком листья вот у анечки румянцевой уже там взрослые подростки уже действительно больше чем у меня я брала вообще 1 из 7 растеньку вот с 5 листами за последний год ему кстати уже ровно год и за последний год вот пять листиков нарастил вот пятый листик доращивает замечательным образом не хотелось бы конечно в будущем столкнуться с этими чернотой с этими проблемами потому что я знаю что действительно у этого растения слабое место именно точка роста и корневая ну дальнейшем будем смотреть наблюдать конечно переживать чтобы этих проблем не было надеюсь с этим не столкнемся само растение цветет цветоносом метр кстати я хочу заметочку сделать у марины стебловской очень замечательное есть видео я уже многим советовала его посмотреть там замечательным мариночка рассказывает о самом сорте как оно цветет прихотливое или нет как его лучше выращивать в каком субстрате ну в общем все 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 нюансы самого ухода на этом я хочу с вами распрощаться мои сокровища незабываемые Екатерина Матвеевна да вот мои сокровища все растут развиваются все в активном росте все у них хорошо и наконец-то мы уже дождались когда будут пересаживаться golden treasure пока еще теплые деньки и не наступила такая глубокая осень сырости влага да повышенная я хочу поймать вот сейчас этот момент пересадки чтобы лучше растение адаптировалось и прижилось в будущем конечно это будет более проблематично так что муж приезжай быстрее домой уже надо заниматься работой пересадка орхидей на этом я с вами прощаюсь мои любимые подписчики и зрители моего канала с вами была светник нона и мой канал floral dream всем хорошего дня отличного настроения до новых встреч пока пока в следующий раз